Здравствуйте! В эфире первого каргандинского новости в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главном. Под открытым небом инвалид с детства вынужден просить милостыню. Темиртауский спортсмен установил мировой рекорд. В Караганде житель Жанаркинского района, инвалид с детства, вынужден просить милостыню и жить под открытым небом. В родном селе его никто не ждет. В очереди на государственное жилье мужчина состоит с 2005 года, но добиться заветного жилья не может. Ситуацией разбиралась Аймамрина. Так, 34-летний инвалид второй группы Жанар Бесимбеков ругает постоянно меняющуюся власть своего района. Жил он раньше в поселке Атасу, до тех пор, пока была жива его мама. С ее смертью жизнь Жанара повернулась на 360 градусов. Женившийся во второй раз отец выгнал непригодного к работе сына на улицу. А получить жилье от государства мужчина уже и не надеется. На протяжении 10 лет его из очереди то исключали, то ставили по новой. Судя по официальному письму, за 2010 год бездомный стоит в общей очереди 104-м, но с оговоркой – 155-м. Интересная математика, понять которую, наверное, смогут прокуроры, говорит инвалид. В Акимате Жанаркинского района затеряли мои документы на очередь на жилье. Это было в 2005-м году. С тех пор я потратил много лет, чтобы восстановить их. К тому же они просят у меня 350 тысяч тенге, обещают сразу дать мне жилье. Но откуда у меня инвалида с пенсии в 26 тысяч тенге? Такие деньги. Все, что я получаю, трачу на лекарства и завишу от инсулина. У меня опухоль в голове. Куда мне теперь идти? Только бомжевать? Но даже просить подаяния, со слов Жанара, он не может. Полицейские постоянно задерживают его и даже применяют силу. А в Акимате Жанаркинского района говорят, что бездомный житель поселка Атасу встал в очередь только в 2010 году. Никакого подвоха и утери документов не было, заявляют специалисты государственного органа. Поэтому ждать жилье мужчине придется еще долго. На сегодняшний день житель поселка Атасу Жанар Бесенбеков стоит в очереди, как инвалид второй группы 88-м, а в общей очереди 135-м. В поисках правды мы обратились к руководителю отдела жилищных отношений нашего города. Мурат Камалиев рассказал нам, что специальных программ для обеспечения жильем людей с ограниченными возможностями нет, только в порядке общей очереди. Для того, чтобы участвовать в программе, у него должна быть заработная плата. А заработная плата подтверждается 10-процентными выплатами пенсионов. Если даже он пойдет в жилстрой Сбербанк, он не пройдет этот порог, потому что он получает как инвалид второй группы пенсию, а пенсия это является пособием. Так куда же идти инвалиду второй группы Жанару Бесенбекову и сотне других людей с такой же проблемой пока остается вопросом номер один. На пособие в 26 тысяч тенге им нужно покупать дорогие лекарства и где-то жить. Может, стоит пересмотреть наши законы и не дать этим гражданам скитаться в поисках убежища. Ая Мамрина, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жители пострадавших от наводнения в населенных пунктах Абайского, Бухарджираусского и Нуринского районов смогут купить вытовую технику и многое другое по минимальным ценам у себя в поселках. Для них будут организованы специальные ярмарки. Об этом стало известно в ходе рабочего визита первого заместителя Акима области Асулбека Дюсибаева в пострадавшие от паводков местности. К тому же в ряде регионов уже началось строительство новых домов. Это картина затопленного села Жумабек Кабайского района. В поселке уже началось строительство четырех домов. Деньги идут как из бюджета, так и за счет меценатов. Сельчане не сидят сложа руки, приводят улицы и дворы в порядок. Асулбек Дюсибаев посетил стройку, поговорил с жителями. Первый заместитель Акима области заверил всех, что в скором времени жители получат обещанное возмещение убытков. В этом населенном пункте всего будут построены пять домов. При паводках пострадал в первую очередь поселок Жумабек. Поэтому строительные работы мы решили начать отсюда. Сейчас полным ходом идет строительство. Жители гуманитарной помощью обеспечены. Следующий населенный пункт, где побывал Асулбек Дюсибаев, село Сары-Тубе Бухаджраусского района. Чиновник обещал уладить все вопросы по расходам, связанным с возмещением ущерба жителям. А на реконструкцию моста у реки Нура в селе Будакара потребуется в общей сложности около 500 миллионов тенге. Раньше этот мост связывал районный центр с такими населенными пунктами, как Тугас-Кудук-Победа. Здесь у нас произошло обрушение трех опорных частей и пролетной балки. Мы сделали техническое обследование данного моста, приняли решение сделать проектно-сменедовую документацию и потом будем данный мост ремонтировать. Если даже в этом году не успеем, мы его сделаем переходящим объектом. Мост, в принципе, реально его сделать. Будем делать объездные дороги. Я думаю, население от этого страдать не будет. А житель села Гагарин Кужебай Аксакал, узнав о том, что приехал заместитель Акима области, не смог остаться в стороне. У его дома собрались сельчане. Показав свой дом, почтенный Аксакал выразил благодарность властям и неравнодушным жителям за то, что не оставили их в беде. Мы довольны. У нас нет никаких жалоб. Ни одна пострадавшая семья не осталась без внимания. За это отдельное спасибо Акиму области и всем, кто до сих пор трудится во благо нашего села. Завершая свою беседу с жителями населенных пунктов, Аслбек Дюсибаев подчеркнул, что после майских праздников всё придёт в норму. Жители получат долгожданную компенсацию. К тому же для них будут организованы ярмарки, где будут продаваться предметы бытовой техники, Цены жителей порадуют. Пока точная дата этих торгов неизвестна. Сейчас сведутся переговоры с крупными торговыми домами. Айам Амрина, Олжас Кабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Гуманитарная помощь поступает от многих организаций. В Караганде открываются пункты сбора необходимых вещей. Начал действовать общественный фонд Шугула. Они совместно с Карагандинской бизнес-ассоциацией «СКИР» устроили акцию под названием «Мы со своим народом». Жители потопленных районов потеряли многое. Сначала им было очень тяжело. Но мир не без добрых людей. Миллионы отзывчивых со всего Казахстана оказывают материальную поддержку. Общественный фонд Шугула оказывает материальную помощь всеми, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Сегодня фонд Шугула совместно с объединением юридических лиц «СКИР», представителями Акимата и добровольцами оказывает помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и товаров, которые принесли к нам жители города Астаны, Алматы, Караганды. За что мы им очень благодарны. Коробки с продуктами питания и средства гигиены отправятся в поселок имени Габидена Мустафина. Мы выражаем благодарность всем предпринимателям-карагандинцам, членам нашей ассоциации, а также особенную благодарность выражаем благотворительным фондам Шугула, которые поддержали нас и оказывают на сегодняшний день помощь. Эта помощь не последняя. На следующей неделе, в конце недели, в субботу, мы планируем привезти также 200 коробок. Цель этой акции – привлечение волонтеров и неравнодушных людей. На следующей неделе приезжают бизнесмены из Алматы, которые тоже изъявили желание помочь пострадавшим. Лариса Хусейнова, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Кто на новенького? Новоизбранные депутаты городского маслехата вступили в свои законные права. В самом начале 45-й, внеочередной сессии, им вручили значки и удостоверения. Николай Кровец с подробностями. Депутатского полку прибыло, теперь уже официально. Четыре новых народных избранников вступили в свои права. На то были основания. На недавних довыборах в городской маслехат карагандинцы именно им отдали свои голоса. Теперь самый молодой депутат в городе Бржан Аламжанов. Ему 27 лет, и он руководит Карагандинским центром по работе с молодежью. Он всегда в курсе политических и других событий, важных как для области, так и для всей республики. Мы, как депутаты, выдвинуты от партии Нур-Уртан, активные сторонники политики главы государства. Для нас эта феноменальная победа послужила очередным силом в служении интересам народа. В окончании сессии Аким Горда поблагодарил всех за хорошую организацию президентских выборов и пригласил всех на ближайшее торжество. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. Никто не забыт, ничто не забыто. Подвиги героя Великой Отечественной войны навсегда в памяти граждан нашей страны. В преддверии великой даты 70-летия победы ветерана войны Филиппа Степановича Ремезова поздравили работники Акимата имени Казбек-Би и сотрудники Института повышения квалификации УРЛЮ. Отличника аэрофлота по поручению главы государства наградили юбилейной медалью. Ветерану войны Филиппу Степановичу Ремезову уже 90 лет. Но в свои годы он по-прежнему молод душой и доброжелательно принимает гостей. Те, в свою очередь, приготовили для героя нашего времени цветы и подарки. Но самое главное для фронтовика не это, а внимание со стороны властей. Между тем, участник войны, выступавший в Белорусском фронте, повидал немало трудностей, но всегда служил Родине. После войны 46 лет работал в гражданской авиации. Несмотря на преклонный возраст, он ведет активный образ жизни. Недавно ветеран буквально сам поставил себя на ноги, делая упражнения. Всем соотечественникам фронтовик пожелал быть благодарными за каждый мирный день. Современная молодежь, как говорят, полностью обеспечена. Дай Бог чистого неба над нашей землей. До другого трудно чего пожелать. Филипп Степанович Ремезов парады уже не посещает. Ветерана подводят ноги. Но гостям фронтовик рад всегда. Он охотно поведал собравшимся о своем боевом прошлом. А гости, в свою очередь, решили сделать фото на память с почтенным гражданином нашего города. Мы поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Победы. Мы обязаны им за свое мирное небо. Поэтому не должны забывать о них. От лица нашего учреждения и Акимата Казбекбийского района хотим призвать все граждан нашей страны помнить о их подвигах всегда, а не только в канун праздника. Сегодня Филипп Степанович Ремезов живет со своей дочкой. Он до сих пор общается со своими фронтовыми товарищами. Правда, осталось их, к сожалению, мало. Ветеран надеется, что будущее поколение не узнает горечь войны. Аймамрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Впервые в Караганде издана книга памяти Ерь-Есиме Елисинде о героях Великой Отечественной войны нашей области, которые пропали без вести на фронте. Кроме этого, для наших жителей был собран сборник документов и материалов о годах войны и детях тыла. Над изданиями трудились сотрудники Управления культуры и архивов. Книга Ерь-Есиме Елисинде на казахском и русском языках состоит из двух частей. Во второй части летописи военные и письма тех лет, фотоиллюстрации из архивов за годы войны. Ветеран Великой Отечественной войны Буркют Есжанов пришел на конференцию не случайно. Здесь все напоминает о боевом прошлом. Небольшая выставка невольно вызывает слезы, фляжки, боевые припасы и многое другое. Так дорого взор у фронтовика. Узнав о новой книге, ветеран сильно обрадовался. Ведь знать историю – значит познать себя, говорит он. После окончания войны мы не сидели сложа руки. Много трудились, не покладая рук. Отрадно, что память о нас не будет пылиться только в архивах. Наши дети и внуки, прочитав эту книгу, смогут понять наше состояние и чувства в те нелегкие года. Я уверен, что данный сборник принесет пользу молодежи. Работа над книгой была очень кропотливой. Сведения для нее собирали по крупицам из компьютерного банка данных и объединения «Саксонские мемориалы». По их сведениям, были заполнены списки умерших военнопленных, захороненных на территории Финляндии и других земель. А в сборнике о детях тыла рассказывается о том, как трудились маленькие карагандинцы наравне со взрослыми в шахтах, на полях и госпиталях. В ходе конференции ветеранов и собравшихся порадовали разные творческие коллективы города. Песни военных лет, постановки проводов на фронт оставляли неизгладимое впечатление на лице зрителей. В презентации принимают участие работники архивных учреждений практически со всего Казахстана. В книгах приведены яркие примеры военного и трудового героизма детей в те годы. Мы надеемся, что изучение этих фактов будет способствовать воспитанию нового казахстанского патриотизма. Пока тираж книги небольшой, всего около 500 экземпляров. В первую очередь ее отправят в школьные и городские библиотеки, а также музеи. Но организаторы надеются, что в скором времени книга найдет своего читателя и тираж увеличится. Аймамрина Айденжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Те, кто всегда подготавливал детей к различным конкурсам, сами стали конкурсантами. Педагогические коллективы профсоюзных организаций района имени Казбекби соревновались в художественной самодеятельности в стенах Дворца детей и юношества. Организаторами данного конкурса является районный комитет профсоюза работников образования города Караганды. Праздник творчества и таланта приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Все это приурочено к 70-летию победы. Это уже стало традицией. 35 лет у нас этот конкурс существует. Спасибо большое нашим организаторам, районному комитету профсоюза, сейчас во главе с новым председателем. И этот конкурс нас сплачивает. Праздник проходил в различных номинациях. Это вокальное творчество, хореография, театральное искусство и многое другое. Группа поддержки была у каждого участника. К ним пришли их дети и родственники. Также на галоконцерт были приглашены ветераны педагогического труда района имени Казабекби. В последующие дни во всех городах и районах нашей области проводятся фестивали, посвященные замечательным датам, в том числе и 70-летию Великой Победы. Мы уделяем большое внимание развитию самодеятельного художественного творчества учителей, поскольку это поднимает настроение, создает благоприятный морально-психологический климат, развивает многонациональные таланты, поддерживает ту патриотическую и гражданственную направленность, которая присуща учителю как воспитателю подрастающего поколения. Как говорят жюри, оценивать будет очень трудно, потому что все были хорошо подготовлены и у каждого определенно есть талант. Но все же самые лучшие профсоюзные коллективы наградят дипломами и денежными призами. Лариса Хусейнова, Жасул Амакулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Тимиртауский спортсмен, пауэрлифтер Александр Загревский на республиканских соревнованиях установил мировой рекорд. Сложнейшие упражнения, присед он выполнил с весом 260,5 килограммов. В городе Алматы, где прошел чемпионат Казахстана по классическому пауэрлифтингу, равных тимиртаусу не было. С богатырем встретилась Лариса Хусейнова. На чемпионате были очень сильные конкуренты. Победа далась нелегко. За нее пришлось серьезно побороться, рассказывает о своем рекорде Александр. В соревновании принимали участие 15 команд из 13 областей, а это ни много ни мало 300 участников. За Карагандинскую область выступали 20 человек. Главными и сильными противниками были команды Коктубе, Байконура и Павлодара. Однако поднять вес более 260,5 килограмм больше никому не удалось. Просто друзья позвали покачаться. Потом тренер сказал заняться этим серьезно. Сейчас я прошел отбор на чемпионат мира в Финляндии. Стать настоящим богатырем непросто. Это большой труд. Два года назад Александр Загревский пришел в тренажерный зал, чтобы привести себя в форму. За это время он добился вполне хороших результатов. В свои 17 лет стал рекордсменом. В командном зачете среди девушек и юношей Карагандинская область заняла первое место. Соперники были тоже сильные, но наша область обошла их и вырвалась вперед. Как считает тренер, этот вид спорта еще нужно развивать. На сегодняшний день это проблема. Набрать детей в тренажерный зал, ну и вообще в любую секцию. Думаю, что проблема. Просто у меня зал находится в образовательной школе. Я думаю, что я выигрываю только за счет этого. Многие спортсмены начинали заниматься и тренируются в оборудованном подвальном помещении школы. Но это не мешает им идти вперед, несмотря на все трудности. Уже в июне этого года состоится мировой чемпионат по пауэрлифтингу. Лариса Кусынова, Жуслав Маклубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова